Еще 116 украинских военных вернулись из российского плена. Среди освобожденных защитники Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы с бахмутского направления. Слава Украине! Мы говорим слава! 4 февраля домой вернулись 97 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 7 из Нацгвардии, 6 из Нацполиции, 5 из Госпогранслужбы и 1 из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Эксклюзивные кадры обмена опубликовала Главное разведуправление Минобороны Украины. 4 дня мы не получали, только сегодня поменяли. Все, мам, давай, нам надо ехать. Я позвоню тебе еще. Перше зарить. Впервые за год ем свежий фрукт. Даже страшно. Смачного. Приятного. Чем кормили, расскажите. Пас по росткам. Скоруба с ростками, залитая растительным маслом или водичка с капустой. Обмешка запарена. Отруби запаренные по утрам и еще две картошки на вечер. Состояние здоровья освобожденных из российского плена неудовлетворительное, отметил заместитель начальника Главного управления разведки Дмитрий Усов. По приезду всех их отправили в больницы. Военнослужащие получили первую медицинскую помощь. Впереди их ждет лечение и реабилитация. Очень важно, чтобы люди получили первую медицинскую помощь, чтобы были проведены все необходимые обследования, при необходимости поставлены диагнозы. У государства есть возможности, чтобы оказать необходимую поддержку и помощь. Безусловно, нужно обеспечить встречу воинов с родными. И потом, при необходимости, решать вопрос выезда на лечение за границу. Чтобы каждый наш защитник чувствовал, что он воевал за государство. Он отдавал свое здоровье, рисковал жизнью, и государство ему благодарно. Оно заботится о нем и ведет по жизни. Потому что он тот человек, благодаря которому существует Украина. Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины. Подготовка обмена длилась больше месяца. Над этим работала большая команда. В частности, координационный штаб по обращению с военнопленными, представители всех ведомств, а также Офис президента Украины под непосредственным контролем главы государства. Всего с 24 февраля нашей команде удалось вернуть уже 1762 украинца и украинки из российского плена. Я благодарю также всех, кто вовлечен в помощь этим нашим людям после их возвращения. Всем, кто лечит, восстанавливает документы, помогает решить проблемные вопросы, освобожденных из плена. Это отражает главный смысл того, что мы делаем. Восстанавливаем и защищаем нормальность жизни для людей в свободной стране. Из российского плена 4 февраля также удалось вернуть тела погибших волонтеров-добровольцев, иностранцев Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью Бэкшоу, а также тело погибшего воина-добровольца из Украины Евгения Кулика, который служил во французском иностранном легионе, а после начала полномасштабного российского вторжения вернулся защищать Украину. Координационный штаб по обращению с военнопленными в том числе реализует государственный проект «Хочу жить», призванный помочь военнослужащим российской армии, безопасно сдастся в плен силам обороны Украины. С 15 сентября 2022 в проект обратилось более 7,5 тысяч россиян и жителей временно оккупированных украинских территорий. Только в январе сайт «Хочу жить» посетило более 5 миллионов пользователей из России. Консультацию можно получить круглосуточно, позвонив по номерам, которые вы видите на экране. Украинские военнослужащие гарантируют пленным содержание согласно всем нормам Женевских конвенций.